Какую сумму надо иметь для начала инвестирования? Сколько стоит недвижимость Германии? Уникальность Германии, точнее нашего рынка недвижимости, заключается и в том, что у нас можно найти как очень дорогие, так и очень дешевые объекты. И все они вполне могут рассматриваться как инвестиция. Несколько слов хотела бы сказать о недорогих объектах. Каждый риэлтор, каждый маклер имеет свой ответ на вопрос, какой суммой надо располагать, чтобы начать инвестиции. Надо понимать, ответ этот зависит в значительной степени от того, с какими объектами работает конкретный специалист. Какую недвижимость он предлагает. Как это говорится, каждая лягушка свое болото хвалит. В Германии есть районы, города, федеральные земли, где вы можете купить квартиру условно за 20 или 30 тысяч евро. И формально, и фактически это можно считать инвестицией. Ведь это тоже может быть размещение капитала с целью получения прибыли. Я лично знаю людей, которые начинали с покупки небольшой квартиры, узнавали рынок, чувствовали его, а затем набирали обороты и сейчас владеют многомиллионными объектами. Что надо учитывать при инвестициях в недорогой объект? Полученный доход, даже если в процентах он будет весьма приличный, скажем 7 или 10 процентов, объективно не сможет решить никакую задачу прямо сейчас. Покупка отдельной квартиры интересна скорее не ежемесячным доходом, а ростом капитализации. То есть, если покупать квартиру, у вас будет низкая рентабельность. Все ваши ежегодные расходы просто съедят всю сумму. Поэтому, покупая отдельную квартиру, анализируйте перспективы района. Квадратный метр в нем должен дорожать, если вы хотите получать прибыль. А вот к недорогим коммерческим объектам я отношусь с опаской. Начнем с того, что такие предложения вроде 20-метрового магазина, по сути лавочки в многоквартирном доме, они редкие, поскольку в Германии большинство домов все-таки не разбиты на столь скромные инвестные единицы. К подобным объектам надо относиться осторожно из-за уровня потенциальных съемщиков. Здесь не будет никакого серьезного якорного арендатора. Это малый бизнес, это за большой вероятностью стартапы. Ничего против них не имею, но они обычно не заходят в конкретную точку надолго. У них другое предпринимательское размышление. Далее, покупая маленькое и недорогое помещение под магазин, мы не сможем рассчитывать на аренную плату много большую, чем в случае жилой недвижимости. Если, конечно, рассматриваемая точка не проходная, а при небольших вложениях она такой точно не будет. Круг арендаторов в этом случае невелик. Их поиск в случае чего может занять многие месяцы. Так что при инвестиции в 50-70 тысяч евро лучше все-таки выбирать квартиры. В том числе и потому что риск банкротства у фирм выше, чем у частных лиц. Если арендатор жилья останется без работы и попадет в трудную жизненную ситуацию, в социальном государстве, которым является Германия, он, а значит и вы, арендодатель может рассчитывать на помощь социальных служб. А если арендатор коммерческая структура, ее бизнес вряд ли рухнет за один день. Компании будут пытаться спасти сами владельцы, они будут просить о посрочке платежей, пытаться выйти на дополнительные договоренности, а это общение не всегда приятное, то есть дополнительные трудности. Пассивные инвестиции это не назовешь. Оно вам надо? В шестой серии проекта. Сколько можно заработать на недвижимости Германии? Подписывайтесь на обновления YouTube канала Прян.ру, ставьте лайки и комментируйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова